всем привет сегодня мы с вами встречаемся для того чтобы пообщаться для того чтобы вы задали все свои вопросы я расскажу больше информации про сам курс не про профессию тестировщика то что происходит на самом курсе давайте я нарисую схему как это все происходит на курсе qa automation у нас есть модули то есть вот такие вот блоки какие-то блоки и из этих блоков состоит состоит курс каждый модуль вот каждый модуль он длится один или два месяца от 1 или один или два месяца первый блок на который вы все попадаете он называется кей кей ману здесь здесь проводится теория тестирования теория тестирования извините а вот сразу вопрос к тому бесплатному курсу который вы даете на сайте что будет дополнительно практика и еще что-то будет практика да вот именно там будет проект там у вас еще будет проект и вас будет еще project manager с помощью которого вы выливаетесь уже с первого сразу же практически не с первой со второй недели вы подключаетесь уже к проекту и вы знакомитесь из документации проекта со всем что вам нужно кей ману длится два месяца вот да длится два месяца одновременно с ним одновременно с этим модулем вы можете проходить еще два два модуля у дно уже по программировать мы их называем джи с 1 он длится один месяц один месяц и также за ним идет второй модуль который называется джи с 2 чем они отличаются это или это джи с 1 он идет по материалам javascript синтакс тот же который есть на сайте а джи с 2 его его нет в методичке то есть этот его его не ну его нет на локалкотинге мы его делаем сами после того как вы пройдете вот этот кеймену джаваскрипт у вас будут у вас будет знание по теории тестирования и по по программированию после этого вы уже можете идти на следующий блок который называется кей автомэйшн и их есть две части есть кей автомэйшн тестирование юай то есть юзер интерфейса либо может быть он длится два месяца либо за ним вы берете в любом случае тот который будет начинаться кей автомэйшн тестирование и 5 он тоже длится два месяца и и на этом и на втором и на на этом и на втором модуле вам нужны знания и программирование и и тестирование скажите пожалуйста gc1 gc2 пройдя эти два курса это научит писать код джаваскрипт да да а вот первый блок когда идет это уже применять на практике как как уже тестировать как писать да вот здесь вот здесь ваш преподаватель тестировщик программист здесь ваш преподаватель тестировщик и программист в одном флаконе и уже с ним ученики учатся делать тесты да то же самое как я показывал вам на прошлом занятие то что я показывал вам на прошлом занятие позавчера это мы тестировали юай и 5 чуть но он не он не настолько наглядный но он проще тестирование 5 не такое не не такое все пестренькое нового но само по себе проще методика проще а скажите то есть это получается тоже практика то есть это после прохождения java script вот здесь идет практика у вас проект вас проект есть и давай вот так вот у вас проект есть и здесь и здесь есть проект и здесь есть проект вы на каждой вы на каждой стадии учитесь работать с проектом может быть вот вот здесь вот здесь это будут просто разные примеры но все равно это про одну и ту же систему То есть вот эти два последние блока – это практика? Да. Это то, что мы будем уже применять вот эти знания на практике? Да, это ядро курса. Вот ядро курса Кэфтомер. То есть после, у вас получается два месяца, два месяца, то есть вот уже после какого-то из этих блоков вы можете уже начинать проходить собеседование. А можете поподробнее объяснить вот первый блок и второй? Какие там отличия? Потому что я не представляю вообще, что это значит. Ну да, я понимаю, для вас это просто какие-то буквы UI и API. UI – это тестирование юзер-интерфейса, то есть то, что вы можете в браузере уже выбрать, да, вот как-то там, наверное, самый лучший пример. Ну типа вот этого, да. То есть вы тестируете, правильно ли он записывается, правильно ли он читается, все ли у нас, все ли элементы присутствуют, а API – это то, как работает за кулисья приложения. Да, примерно так. То есть UI – это то, что мы видим, это юзер-интерфейс, а API – это серверная часть, так как работает такой back-office. Но это не все. Я вам сейчас показал ядро, к нему мы делаем еще несколько дополнений. К нему идет самое интересное для студентов дополнение – это interview practice. да, это interview, сейчас, interview practice, и на нем, и оно идет как бы бесконечно. То есть вы к нему присоединяетесь столько, сколько идет этот модуль. Что тут есть? Вы к нему можете присоединиться в любой момент, и цель этого модуля, чтобы вас разговаривать с одной стороны, и для того, чтобы ответить на ваши вопросы по интервью. Ведет этот курс американка, рекрутер. Она работает в индустрии, именно в айтишном рекрутинге, и ответит на все ваши вопросы про найм. Скажите еще, пожалуйста, а вот whitebox-тестинг – это относится к QA-manual? Whitebox-тестинг относится вообще к тестированию. Оно относится, это методология, да, то есть вы это пройдете, вот, опс, вы пройдете это вот на этой части, вот, где QA-manual, вот в этой. Я так понимаю, что там нужно будет открыть HTML, да, и как-то понимать, как его подправить, или я неправильно поняла? Ну, давайте пример вам покажу, чтобы этот… Когда мы говорим «box», мы себе представляем какую-то, условно, коробочку, да, внутри которой что-то находится. Наше приложение, наше приложение, оно и есть вот эта коробочка. И blackbox-тестинг – это когда мы знаем, что какие-то данные приходят сюда, какие-то данные уходят оттуда. Допустим, мы сюда передали 2 и 2, ну, давайте вот так. То есть мы сюда что-то подали на вход, мы сюда подали, допустим, 2 и 2, он отдает нам 4, да, вот так, он отдает нам 4. Но что происходит внутри этой коробки, мы не знаем, какие именно механики тут происходят, мы не знаем. Вот если мы говорим про blackbox-тестинг, да, то есть мы знаем, что мы подаем на вход, мы знаем, что мы подаем на выход. но мы знаем, мы знаем еще, что как бы, что должно там в итоге происходить, да, то есть в общих чертах, но мы не знаем, мы не можем открыть эту коробочку. Да, вот это называется blackbox-тестинг. Когда мы говорим про whitebox-тестинг, мы также видим какую-то коробку, мы также сюда что-то можем подавать, но мы знаем, что внутри, как там происходит. Там есть какая-то функция, и она это вот все делает. Мы можем поставить, подключить условно еще какие-то сюда провода и на каком-то приборе следить за показаниями прибора, то есть когда мы можем внутрь подключиться и как-то вот отслеживать, что внутри происходит. Это whitebox-тестинг. Это когда мы можем, не то, что даже когда мы можем, а когда мы можем и когда мы понимаем, что внутри происходит, когда у нас есть доступ туда. Вот в чем отличие blackbox от whitebox-тестинга. Когда мы знаем, что внутри происходит и понимаем. Еще на минуточку. Понимаем. А blackbox-тестинг – это когда, допустим, какой может быть пример? Whitebox-тестинг. Whitebox – это то, что у вас физически может находиться на вашем столе. Вот у вас есть какой-то стол, и вот оно физически у вас находится. Вы можете, у вас есть доступ к нему, и вы сразу же вот его взяли и делаете то, что с ним нужно, так? А blackbox-тестинг – это может быть, допустим, вот у вас есть какой-то телефон и есть какой-то сервис, да? Вот у вас есть какой-то сервис. Допустим, какой-то чат-бот, да? Чат-бот. Вот вы туда отправляете какие-то смс-ки, да? Сервис вам как-то на них отвечает. Вы его тестируете. Но физически у вас доступа к нему нет. Вы даже не понимаете, даже не то, что не понимаете, а вы даже не представляете, где он находится, этот сервис. Но вы его можете тестировать. Если у вас нет к нему доступа и нет возможности к нему как-то подключиться, отладить, то, значит, это тестирование того самого черного ящика. Понимаешь? Да. А где приобретаются знания для whitebox-тестинга? На каком этапе обучения? Да. Смотри. Когда у нас есть какой-то код, мы знаем, где он как работает, мы можем сюда подключиться, и мы его тестируем, ясно представляя, что происходит у него внутри. Мы ясно себе представляем, что происходит у него внутри. Понятно, что не все люди, не все участники команды это ясно себе представляют. Но кто захочет, он может зайти и посмотреть, каким образом вот тут формируется, в данном случае формируется меню. На основании чего? Тут какие-то есть пермишни. То есть можно как-то догадаться. То есть можно либо догадаться... То есть для этого нужно знать JavaScript, чтобы делать whitebox-тестинг. Я правильно поняла? Для этого нужно понимать устройство приложения, а если оно написано на каком-то языке программирования, то да, нужно знать тот самый язык программирования, либо пытаться в нем разобраться. Хорошо, понятно. Спрашивайте, пожалуйста. Сегодня ваш вечер. Хорошо, хорошо. Я пока вернусь к этой схеме. Значит, интервью-практис. Это очень-очень важная часть, потому что на ней вы учитесь говорить на английском языке, и на нем у вас проходит mock-interview. Но проходит mock-interview первой стадии. Когда вы просто расскажите о себе, делаете, расскажите о вашем проекте, сколько у вас было человек, бла-бла-бла-бла-бла. Но это очень важный этап. Очень важный этап, потому что если вы не проходите интервью, если вы не проходите интервью на самые простые вещи, то, извините, вы к следующим уровням не допускаетесь. И интервью-практис идет постоянно. У нас также есть еще один блок дополнительный, который идет несколько раз в год. Это SQL. SQL для тестировщиков. Это блок для тех людей, которые хотят разобраться, как работает база данных. Он идет не всегда, и у него длительность примерно полтора месяца. Да, вот есть еще такой блок по SQL. Да. Также у нас есть еще блок по Java. Блок по Java. Но если вы не прошли... Я так им напишу здесь. Java. Java. Он тоже делится пополам. Тут два месяца, и тут два месяца. Тут назовем его так... Тут назовем его QA Automation Java. Но если вы не прошли вот эти блоки, вот если вы прошли вот эти блоки, то тогда вы идете сюда. Если вы их не прошли, JS1 и JS2, то не надо себя мучить переходить на Java. Я даже рекомендую нашим студентам, которые уже отучились, которые нашли работу. У нас даже есть студентка, она нашла работу. Мы недавно делали background check. И она говорит, я все равно продолжаю учиться, потому что понимаю, что надо. Вот так. Да, есть еще Java. Но туда нужно идти только тогда, когда вы пройдете JavaScript. Хотя бы один язык. Java хорош как второй язык программирования, но не как первый. Это все входит в QA Automation? Да. Это все блоки, QA Automation. Верно? Самые. Вот где самые такие интересные знания приходят? Самые интересные знания здесь, самые интересные знания вот здесь. Это уже сама практика тестирования. Это практика тестирования. Вы можете найти работу даже после вот этого блока QA Manual, теория тестирования, и там чего-то из этого. Но лучше, если вы пройдете теорию тестирования и какой-то из вот этих вот блоков, либо этот, либо вот этот, тогда у вас есть намного больше шансов получить лучшую работу, лучший оффер. Как происходит, как происходит в компаниях? Вы устраиваетесь на работу, проходите собеседование, как на QA Automation, а сама работа состоит в ручном тестировании. Говорят, ну, ну, подожди, подожди, сейчас, сейчас, скоро-скоро, скоро будет, скоро будет Automation. Будет он там, не будет, но вы все равно получаете деньги, как за QA Automation, ну, по крайней мере, того уровня. Это примерно, примерно, примерно 1100 в год. Примерно 1100. Ну, плюс-минус, плюс-минус, смотря как вы будете торговаться. Я знаю точно, что Mainall, вот именно Mainall, это примерно 70 в год. Это примерно 70 в год. Automation, это примерно 100 в год. это на первую зарплату. Через год, вот, значит, один год плюс, вы должны уже получать примерно 130-140 в год. Вот, такой план. Такой план для студентов. Это для QA Automation. На Mainall выше 90, это уже тяжело подняться. Вот, имейте в виду. Просто соизмеряйте. Программирование само по себе, оно, оно не сложное. Оно не сложное. Оно очень, оно очень интересное. Если бы оно было бы сложное, в программировании было бы 5 человек, и все. Да, только там какие-то, как они называются, нобелевские лауреаты. Программирование, это не для нобелевских лауреатов. Это примерно, вот я могу привести аналогию. Аналогию программирования. У вас есть какой-то, какой-то полигон. Да, у вас есть какой-то полигон. Вот, допустим, вот тут находится какой-то человечек. Давай чуть веселее сделаем его. И ему, ну, у него есть какие-то преграды, да, разного, разного уровня. И ему нужно пробраться, то есть разные, допустим, там проходят через них. И ему нужно пробраться куда-то, куда-то, да? Куда? Допустим, вот сюда. Вот сюда нужно пробраться. Вот сюда. Он сюда должен пройти. И задача программиста написать такой алгоритм, написать такой алгоритм, который бы нашел нашел бы какой-то путь туда. Причем желательно желательно побыстрее. Можно писать много алгоритмов. Можно, может, просто там ходить. И вот он наконец-то дошел. Но это один алгоритм занял столько времени. Есть другой алгоритм, более эффективный. Есть еще какой-то третий алгоритм, который тоже вроде бы не хуже. Ну и так дальше. Программирование это про то, чтобы научить компьютер, точнее даже не научить, а дать ему такие инструкции, чтобы он сделал то, чтобы он сделал то, что вам нужно. И все программирование, все программирование, все тестирование, это все о работе с данными. Это все про работу с данными. Что являются данными? Что являются данными? Допустим, есть какой-то банк. У нас есть какой-то банк. И туда зачисляются деньги. Зачисляются деньги. Сам банк, вот сам как интернет, интернет-банк, он не работает с деньгами. Он даже у него там может быть где-то в каком-то сейфе лежит, лежит пару килограмм денег. Но он с ними не работает. Это все находится в каких-то таблицах. Это все находится в каких-то таблицах, в каких-то счетах. Есть какие-то люди, они друг другу эти деньги отправляют, они друг другу эти деньги пересылают, получают, одалживают и прочее. Вот есть какая-то одна таблица, есть еще другая таблица. Все, все, что происходит, это происходит между данными. Понимаете? Все происходит между данными. Какие-то данные отправляются, какие-то данные получаются, что-то поярче возьму. Что-то мы передаем сюда, что-то записываем отсюда и так дальше. Вся эта работа, она нужна для того, чтобы манипулировать данными. Все программирование, все тестирование это про манипуляцию данными. Данные могут быть представлены в виде чисел, в виде текста, в виде каких-то упорядоченных структур, типа таблиц, в виде каких-то последовательностей, списков и так дальше. вся работа идет только с данными. Все только с данными. Картинки, видео, звук это тоже данные. Но большая часть работы идет с обычными данными, с числами, строками, последовательностями. Но нужно делать так, чтобы эти данные правильно хранились, правильно записывались и правильно читались, отдавались только тем пользователям, которые имеют право их получить, чтобы совершались операции только от имени тех лиц, которые имеют право это делать. Понимаете? То есть это все про работу с данными. Должна же быть какая-то часть, которая занимается уже какой-то защитой этих данных. И если вдруг кто-то сюда придет, то он может не получить данные, а если кто-то пришел с каким-то правильным ключиком, то пожалуйста получай доступ, но только опять же только к определенной ячейке. Только это, но ничего больше. Это все про работу с данными. Все программирование, все тестирование, это работа с данными. Первые компьютеры, кто я, мы когда жили в Кремниевой долине, в Силикон-Вэлле, там музей классный есть, компьютерные истории. И одни из первых компьютеров покупали авиакомпании, для того, чтобы вести разные расчеты. Что они там считали? считали зарплату, считали они продавали как-то через них какую-то статистику или неважно. Но они брали для того, чтобы что-то рассчитывать, потому что это все работа с данными. Все работа с данными. Компьютеры делают намного быстрее, намного точнее, чем люди. Но нам, как программистам, нужно создавать системы, чтобы эти данные хранить тестировщикам, нужно писать тесты или проводить эти тесты, чтобы проверять, кому-то мы даем доступ, кому-то мы доступ не даем, кто что именно получает, какую часть он там может сделать и так дальше. Ну, вы поняли, манипуляция с данными. Давайте, вопросы, пожалуйста. Да? Вы можете выключать микрофон и говорить. Хорошо, если вернуться к первой картинке, получается, все-все вот эти модули, они все включены в QA Automation получается шестимесячному курсу, да? Да. То есть первые два месяца идет manual и одновременно JavaScript 1, JavaScript 2. Да, все верно. А SQL будет на втором модуле? SQL не будет, я не могу сказать, что он будет на втором, он будет тогда, когда он будет проведен. Мы его проводим примерно два раза в год, поэтому вы на него попадете. Будет он у вас в начале или будет он у вас в конце, это не имеет значения. SQL это не тот предмет, который вам жизненно необходим. Это хороший бонус ко всему. хорошо. Еще вопрос. На вас вышел через знакомый, она закончила ваши курсы. Она говорила, что она с первого раза не закончила, а потом второй раз взяла с другим потоком. Можно же сколько хочешь брать? Да. Представим себе, ты пришел сюда, прошло два месяца, ты думаешь, что-то не все ложилось. ты просто берешь и идешь опять. Когда он начинается, ты опять идешь на него. То есть только два раза в год получается два потока? Нет, нет. Теория тестирования идет каждые два месяца. GS1 идет каждый месяц. GS1 и GS2 начинаются каждые месяц. Этот начинается каждые два месяца. Точнее, этот идет, прошел этот курс, начинается следующий курс. Потом опять. Он вот так крутится. этот и этот. То есть не надо ждать полгода, допустим. Теорию тестирования ты подключаешься каждые два месяца. начинается в январь, он идет январь и февраль. Потом ты к нему подключаешься, это уже будет март и апрель. Да, я понял. То есть ты подключаешься либо в январе, либо в март. То есть можно ну то есть я понял. Да, да. JavaScript 1 идет каждый месяц. И январь, и февраль, и март, и апрель. Поэтому допустим, ты подключаешься к группе уже k-minual уже где-то в середине, ты подключаешься к JavaScript 1 и на нем работаешь, работаешь, работаешь. Если что-то непонятно, как связываться с людьми, можно поговорить? Я покажу. Я покажу. Смотри, вот допустим, у нас есть какой-то какой-то мод. Куда тыкнуть? А, JavaScript синтакс. Вот, JavaScript синтакс. Вот тут люди спрашивают какие-то вопросы. Подскажите, почему выдают false? Та-та-та. Допустим, QML. Посмотрим, там в QML много вопросов. Вот тут они-то что-то общаются, обсуждают. Тут Таня, Team Lead. Вот Александр проверяет домашнюю работу, пишет всем. Может, собеседование тут начинает проходить. А в чем это они вообще находятся? Это что-то такое? Это Slack. Это наш чат. Slack. Да. Да. Вот тут все выкладываются и вопросы, и какие-то ну, в общем, все-все-все общение идет тут. У кого что-то не получилось, спрашивают. У кого что-то получилось, тоже пишут. То есть получается в общий чат задаешь вопрос? Да. В чат, вот это чат по QML. Например, у нас есть еще интервью практиц. Сейчас посмотрим, чем они там говорят. Hello, Michelle. Вот. Они здесь пишут все на английском, потому что Мишель не говорит по-русски. Хочешь, не хочешь, разговоришься. Не понял, Мишель, надо как-то англо-русски подучить. Хорошо, а если не получил ответа, тогда можешь написать допустим в личку своему какой-то тимгену. А здесь быстрее отвечают. Здесь намного быстрее. Вот она что-то написала, допустим, смотри. Если что-то не понял, в итоге ответ на задачу будет в конце. Всегда, если вы спрашиваете вопрос, вы получаете на него ответ. Не бывает такого, что вы спрашиваете, вам никто не отвечает. Бывает такое, что вопрос был задан некорректно, непонятно, но всегда есть ответ. Всегда есть ответ. Вот допустим Key Automation UI. Что-то у них тоже происходит. Кто сталкивался с проблемой? Нет такого. и так дальше. То есть видишь, все спрашивают, какое-то идет общение, какие-то примеры присылают. В общем, очень живенько все идет. живенько. Так. Да. Нет, никто не отвечает. Вот вы прислали. там, причем все вопросы, если вы были на уроке, то все вопросы, точнее, все записи, они есть в группах. Вот в группу добавляется запись. Например, встреча по Key Automation API. вот здесь. Вот у них тут последний последний класс был. Вот по API. Дополнительный класс. Вот это все записи, которые они делали. И если вдруг вам что-то нужно будет, вы можете вернуться к нему и посмотреть. Нажали сюда, вот вам тут видео. Вот тут можно посмотреть, можно скачать это видео, если нужно. Вот пожалуйста, все есть. В ютюбе мы его загружаем, но его нет в общем доступе, только те, кто заходит через систему. А конспект людей ведут вообще по конспект хорошая штука. Если вы привыкли вести конспекты, то ведите их. Да, ребят, спрашивайте все, что вас интересует. Сегодня у нас такая консультация, я отвечаю на все вопросы, рассказываю, что внутри происходит, как это выглядит, какие мы тут действия делаем, какие у вас встречи. А, еще сказать надо вам, важно. Когда вы подключаетесь к группе, допустим, к теории тестирования, вы еще познакомитесь с project менеджером. Project менеджер выдаст вам ссылку на документацию, и потом для вас будет проводить дополнительные занятия и каждый день митинги. Как это происходит, давайте вам покажу. Вот видите, у нас вот эти сиреневые, сиреневые штуки, это митинги. Вот эти, это мои личные, я еду в цирк. Я уберу. Это все встречи по проекту. Тут UX собираются, к ним тоже можно подключаться, дизайнеры. Вот здесь собираются QA-щики, вот здесь собираются разработчики. Но вы можете ходить на любые стендапы, есть. Миша делал для вас, Миша только что закончил свою консультацию, дополнительная консультация, регулярная, по которой собираются, они там что-то пишут, практикуются, каждый приходится своими вопросами, потому что это новая специальность. Это новая специальность, это не просто взял там слепил какую-то брошюру, прочитал и пошел. Нет, новая специальность, новый большой набор знаний. Но и зато хорошая возможность уже как-то влиться в общество первого класса, но по крайней мере уже не быть настолько нуждающимся мигрантом, потому что меня это очень раздражало в свое время, когда совсем-совсем не хватало денег, потому что нет работы, нет работы, нет денег и вообще настроение не очень хорошее. А еще те варианты пойти поработать физически где-то, ну прям не просто физически, как в спортзале, фитнес, а именно так, чтобы прям упороться до состояния, чтобы прийти домой и просто лечь спать. И все, больше не трогайте. Ну я думаю многим это знакомо. Да, ребят, какие есть вопросы, Сергей? Какие дни недели? А, дни недели. Каждый, каждое занятие идет в свое время. Вот я здесь, вот это все, все модули, которые есть. Допустим, QMNL, вот это время занятия QMNL. Вот занятие UI API тестирования, вот его время, два раза в неделю. JavaScript 1, вот, JavaScript 2, вот. Ну если что, все в записи есть, правильно? Все есть, все есть в записи, да, все есть в записи и у вас группа делится на подгруппы, у вас есть свой Team Lead, которого вы знаете, которому вы можете писать. Team Lead это либо кто-то из текущей группы, кто уже в этом разобрался, либо это кто-то из учеников прошлого потока, кто уже наконец-то разобрался, либо это кто-то из нанятых людей, кто, либо это даже так может быть, либо это кто-то из студентов, которого мы уже наняли для проведения этих факультативов. Почему мы так делаем? Потому что студенты, они отлично понимают новых студентов, они точно понимают, как они себя чувствовали в тот момент, они точно знают, как это лучше объяснить, потому что они уже были в этой шкуре. Получается, почти каждый день в неделю что-то есть, да? Ты можешь ходить хоть каждый день, условно, с 5 до 9 вечера, но так делать не надо. Так делать не надо. Вы не дотянете, через неделю уже скажете, хватит, хватит. Так делать нельзя. Надо есть слона по частям. Сначала вы ходите на KMNL и GS1, то есть вот ваши часы. Либо просто ходите на KMNL сюда-сюда, без программирования, как хотите, либо просто на программирование, в зависимости от того, у кого сколько есть времени. Получается, да, то есть оно одновременно все можно. Можно одновременно, но не нужно. Есть темы, которые легкие в начале. Допустим, KMNL и GS1. KMNL и GS1 шикарно идет, прекрасно. Его можно, GS1 можно даже повторить два раза. Для тех, кто не понял, не дошел, не успел. Потом вы идете на KMNL и GS2, либо просто на GS2. Это в зависимости от того, как вы успеваете. Некоторым людям нужно повторить два раза KMNL и два раза GS1 и GS2. Это тоже нормально. Никаких претензий. Люди разные, скорость восприятия тоже разная. Для нас нормально для них тоже. Немножко неправда. Получается, какая-то основа это QMNL, да? А GS1 это дополнительный. Вот как здесь. Вот QMNL первый блок два месяца, GS1 и GS2. Скажите, я правильно поняла, что можно повторять для бесконечности или все-таки какой-то лимит есть? Никакого лимита. Цель, чтобы вы выучились и вышли на работу. Много вакансий с удаленной работой? Ты имеешь что, если у тебя есть разрешение на работу в Америке? Да. Много? Много. Мне это очень важно, потому что я живу в местности, где ничего такого совершенно. Вообще нет? Чисто поле? Чисто поле? Ну, практически поле, лес, фермы. Замечательно, а где это? Это штат Нью-Йорк на север. Прекрасно. Прекрасно. Идиллия. Да, много есть. И да, и в Нью-Йорке много. Ну, я не говорю не в самом штате, я говорю, в самом городе. Там много. Я далеко, далеко от Нью-Йорка. Я ближе к Канаде. Все равно. Это все равно ближе, чем из Сан-Франциско и Нью-Йорка. Да. Вот сейчас я знаю, люди получают офферы в Нью-Йорке, приезжают из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Так так есть. То есть обычно эта работа где-то внутри штата и обычно не нанимают из другого штата? Нет, нет. Вот у вас будет преподаватель по JS1, он как раз переехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Он сейчас там делает проект. То есть удаленный много или все-таки в приоритете, чтобы человек был в офисе. Оно как 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 не то чтобы как повезет, как получится. Смотри, отвечу тоже на эту штуку. Когда ты получаешь работу, первую особенно, то что сложно переехать куда-то в другой штат на пару месяцев. Не сложно. Переехал, поработал, понравилось, остался, не понравилось, прошел другое собеседование, ушел в другую компанию. Работы полно. Если нет возможности переехать, я привязана к местности. В чем причина? Давай разберемся. У меня муж здесь перевязан, я не смогу переехать. На короткий срок. К батарее? Ну, он учится, у него учебный процесс. Понял, понял. можешь настаивать не на интервью, а где-то в резюме. Могу работать только удаленно. То есть продаешь себя как только удаленно. Сильно сужаете. Проходить собеседование нужно все подряд. И они говорят, нам нужно, чтобы вы переехали на Луну. Отлично, когда переехать. Там вот пройдем, вот вам нужно пройти как можно больше собеседований, получить как можно больше шоферов. Может быть такая ситуация еще. Я знаю это, потому что наши студенты, так, у них такое случалось. Люди переезжали из других штатов, хотя у них там все было, и тоже, как ты говоришь, и своя ферма, и свои грузовики, и так дальше. Собрались, переехали, потому что посчитали, что жена стала зарабатывать больше мужа, и то, что он там где-то работал, работал, они собрались и переехали. Ну, она сначала переехала, посмотрите по зарплате. Если будет какой-то хороший оффер, то почему бы не переехать? Ну, будет учиться. Пока что это рано об этом говорить. Сильно рано об этом говорить. Нужно выучиться и проходить собеседование. Когда будешь проходить собеседование, там уже поймешь, где ты хочешь работать, где не хочешь работать. Просто хочу понять, какие у меня шансы, потому что я точно знаю, что в ближайшие годы я не смогу переехать. У меня есть шансы, найти все-таки удаленную работу или будет сложновато. Почему годы? Что что там за учеба такая? Ядерный физик какой-то аспирант. Ну, ладно, я не буду лезть в особенности учебного процесса. Просто скажу так, что работы много, удаленной работы тоже много. Сравнивать в каких-то цифрах 5-7, 10, 95 процентов именно вот у тебя или тебе сейчас достать хрустальный шар, то я, к сожалению, не смогу тебе так точно сказать. Найдешь ты работы удаленно за первый месяц или за второй. Но если ты будешь на собеседовании, ты точно найдешь, что удаленной работы полно. Очень много. есть гибридный тип работы, когда нужно один раз в неделю приехать куда-то. Есть полная удаленка. Компании уже научились работать удаленно. Научились. Если бы это было три года назад, то я бы тебе сказал бы, ну, может быть, если очень сильно повезет. сейчас я говорю, что работы удаленной полно. Компании тоже хотят экономить деньги на офисах. Хорошо. Я просто поняла, что нужно все равно проходить все интервью, чтобы было обязательно. Потому что ты, допустим, еще такие студенты говорят, о, я живу, допустим, ну, условно, в Нью-Йорке, в самом городе, я хочу работать только в Нью-Йорке. А я говорю, что, если предложат переехать куда-нибудь в другой город, допустим, в Даллас, что не поедешь? Нет, не поеду. Почему? Ну, у меня квартира, я говорю, купил? Нет. Там моя мебель, у меня собака и так дальше. Это все барахло. Это все барахло, которое покупается, выставляется, отдается друзьям собаку в клетку, в самолет перелетели. Все. Не так, не так сложно. Мы переезжали, мы год назад переехали из из долины в Джорджию, в Атланту. Свободно, спокойно. Нагрузили машину, поехали. Жена, дети перелетели на самолете. Все прекрасно. Все делается. Все делается. Лишь бы была, лишь бы это было оправдано. Да, давайте спрашивать еще 3 минуты и будем расходиться. Подскажите, все занятия на русском языке идут? Мы общаемся внутри группы на русском языке, потому что мы этот язык лучше всего понимаем. А внутри, а уже документация и все комментарии, они делаются на английском языке. Проект ведется на английском языке. Вы можете, я вам сейчас покажу. Просто вот в графике у вас было там QA, по-моему, RU, а какие-то другие занятия были просто QA. Коммуникация внутри, просто как мы люди общаемся на русском языке, потому что для многих язык, как бы никто другого языка лучше не знает. И вот видишь, смотри, пишут, все внутри пишут на английском языке. Понятно. Все комментарии, все, я на случай нажимаю, видишь, все на английском языке. На стендапах, QA-ные стендапы идут тоже на английском языке некоторые. Но если, знаете, вы совсем такие, ой, я не знаю по-английски ничего, don't understand и так дальше, то будете говорить на том языке, на котором вам удобно. На интервью практиц там только на английском языке. Она не понимает по-русски. Так, пожалуйста, еще спрашивайте. Да, можете включать микрофон и говорить. Мы начинаем на следующей неделе. Если вы хотите присоединиться, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Если вы в течение первой недели, даже там, полторы недели, какое-то количество занятий, вы точно понимаете, что что-то не так, то вы можете попросить вам вернуть всю сумму назад. так, чтобы вы имели какую-то гарантию. Но желательно, чтобы когда вы принимаете такое решение, чтобы оно было взвешенным и сознательным. Чтобы вы точно понимаете, что вам нужно идти учиться, потому что в этом есть какая-то ваша личная корыстная цель. Мы вам поможем найти работу, вам поможем научиться и на всем пути. Я, кстати, даже видели или нет, я опубликовал видео про 7 ошибок в резюме. Не знаю, видели вы или нет. Я его сейчас вам скину сюда. Я его сегодня записывал. Просто наш монтажер уже вне зоне доступа. и нужно скинуть. Поэтому зайдете сюда, посмотрите. Кто еще не подписывал на канал, подписывайтесь. Я записываю видео про что там и напишут. А где это канал? Это в YouTube? Да, вот я скинул доступ к этому видео. Там же вы можете и начинается на следующей неделе. Написано же было 4 апреля. Да, может быть. Но насколько я понял, что вот-вот. А, ну значит в апреле. Может я что-то дополню? В апреле, в апреле. Я могу их немножко путать, потому что у нас скоро заканчивается JS1, JS2. Ну, значит, видимо, тут будет небольшой перерыв. В любом случае, когда бы вы не подключились, на следующей неделе или в апреле вы все равно получите вот этот процесс анбординга. Настя, наш проект менеджер, она ведет процесс анбординга, она подключает и к проекту, она высылает документацию, она проводит личные консультации один на один и в группах, так, чтобы все студенты, которые добавляются, все имели необходимую информацию и знали, к кому обратиться, свисюкаемся, так сказать. Мне интересно, когда можно возвращаться, получать к каждому курсу и все, чуть как станции. да, вы можете пройти JS1, если понимаете, что вдруг что-то не поняли, можете вернуться опять к нему и проработать его еще раз. То же самое с любым. Интервью-практис, он длится вообще постоянно. Он длится постоянно. и Q-автомation, эти блоки, они тоже длятся, вы к любому модулю можете подключиться тогда, когда вам удобно. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы студенты с разным уровнем подготовки, они могли прорабатывать эти модули несколько раз, если вдруг не поняли с первого раза. Разные бывают ситуации, то переехали, день рождения, кошка родила и так далее. На дате уехали. Да, есть какие-то вопросы ко мне? Пожалуйста, включайтесь, говорите. А подскажите, после обучения вы какой-то сертификат подаете или это чисто знание? Не, мы даем сертификат, мы даем футболку плюс 10 к уверенности и наклейку магическую. Но, но имейте в виду, что ни один сертификат, ни один какой-то, как в какой бы он золоченой рамке он не был, он для вас работу не получает сам, так не работает, вы все равно должны пройти процесс собеседования. Я вот слушал от нескольких людей, что приходится на интервью, надо все-таки немножко обманывать и говорить, что есть опыт. Если говорить, что нет опыта, то опыт вы получаете, когда вы будете работать в проекте. Ну да, как бы моя знакомая, которая заканчивалась курс, она тоже придумала, что она пару лет работала где-то. Ну, это называется легенда. Пересмотри то видео, которое я скинул. Я там как раз рассказывал и про резюме, и про то, что там писать. это не то, чтобы это не обязательно, но когда ты находишься, когда ты участвуешь в проекте, когда ты тестируешь проект, то ты там получаешь все, тот весь опыт. Мы идем по тому же пути, по которому работают обычные компании, enterprise или стартапы с вот этими вот дневными стендапами, с распределением, с распределением задач, с контролем задач. И в проекте так, я проект не нарисовал как отдельный блок. Да, его тоже нужно нарисовать. и в проекте вы также находитесь столько, сколько вам нужно. Столько, сколько вам нужно. Но если вы тут будете находиться если вы тут будете находиться три месяца с плюсом, то вы можете потом это умножать на сколько угодно, хоть на 10, хоть на 20. Все те процессы, которые происходят здесь, это все происходит в компании. Мы это повторяем, 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 для того, чтобы когда студенты приходят на собеседование и спрашивают расскажите про свой проект. Когда проекта нет, они такие проект и начинают выдумывать какие-то фантазии. А вы все прекрасно понимаете, что вот это вранье, когда начинают придумывать про того, чего не было, оно очень чувствуется. Правда ж? А когда это было, то его можно вспомнить. Как вы ввели в проект? Вот допустим, вот кто там, кто это у нас такой красивый? Иван. Да, вот его спросят, как вы работали в проекте? Вот дневные стендапы. На какой функциональности вы работали? Вот на такой-то, на такой-то. решил позвонить мне на ночь глядя. Сейчас. Алло. Привет. Давай давай созвонимся минут через пять. Я тебе перезвоню. Хорошо, я сейчас закончу урок. А, спасибо. Это контент для взрослых. Интересно. Хорошо. Это мы выясним. Так. Да. Это все помогает. Потому что опыт работы в проекте это то, о чем вы рассказываете и на собеседовании, и это то, что вам помогает вообще разобраться с теми знаниями, их структурировать и на практике закрепить. Повторение, повторение, повторение. Видите, тут их много тасков. Тут не один просто ай, давай возьмем, сделаем этот таск. Этот процесс идет. И он не имитированный. А давай-ка мы будем играть в компанию. Нет, мы его делаем. Это делаем продукт. У них тут настоящие баги. Они их тут по-настоящему делают. Project Manager Настя. Она их по-настоящему пинает, нам звонит, пишет на стендапы, приглашает и так дальше. Вот это, кстати, вот это вот Лена. Она и писала вот здесь сообщение. Вот. Ну ладно. Так, что еще хотел вам сказать? Что еще вы хотели спросить? Спрашивайте. Давайте еще один вопрос и будем расходиться. Хорошо. Если вопроса нет, то тогда расходимся. Извините, извините, а по поводу стоимости это можно на сайте у вас найти, да? По поводу стоимости пишите девушкам, которые вас сюда пригласили, кто общается. Маша, Лиля, Марина, Даша, вроде всех сказал. Спасибо. Вот все к ним, все к ним. Да, ребята, и надеюсь, мы с вами уже встретимся на занятиях. Я веду часть занятий, поэтому мы с вами увидимся на занятиях и будем делать из вас тестировщиков, чтобы вы выходили потом на хорошие работы, там себя реализовывали, получали хорошие зарплаты, были счастливы, помогали себе, своим семьям, родственникам, которые здесь, либо которые остались там. Ну, вот так. В общем, всем большое спасибо и увидимся на занятиях. Пока-пока, ребята. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok